Ну, вообще, я собирался в этом семестре рассказать про основные синтетические структуры в сравнении с частных производных, которые играют не то, что не даже важные, а политические уровни теории интегрированных систем, бесконечной условности и свободы. Чтобы это рассказать, нужно довольно много фактов из геометрижения, из геометрижения, из геометрижения уравнений, из частичных залов. И вот я хочу на тех пор, мне, скорее всего, в следующий раз, очень коротко, очень радо представить то, что я рассказывал в прошлом, позапрошлом семестре. Вот мы стартуем, мы стартуем с какого-то многообразия М. Так, все, все, все бесконечно гладко. Это многообразие, функции, образ жизни и имеем в виду свисконечности. Вот, и в... векторного слоения. На самом деле, то, что это в слоении, то, что об этом, это, мы видим, принципиально, но все не упрощает разные формулы, то, что я все не упрощил. Задача. Вот главный объект, точнее, предглавный объект, это другообразие и ослоение каждых джеков, сечение этого ослоения. Джеков не стыла, я тут говорю, джеков. Оно строится следующим образом. Нужно взять какую-то точку в тотальном пространстве, и осмотреть классы сечения, которые касаются вот две точки с порядка рук. если, 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 это какое-нибудь сечение, тогда соответствующий класс, соответствующую точку, можно обозначать вот так. Это все проектируется в какой-нибудь точке в оксе. Вот, и множество вот таких факторов образует вот это таблие. Ну, пока это множество, но среди него довольно просто сделать гладкое многообразие. Это делается следующим образом. Ну, сначала нужно ввести технологию. Тология вводится вот так. У этого, у этой проекции есть специальное течение. Топология должна быть минимальной топологии, при которой вот эти отворожения, все эти отворожения, являются невежимыми. Значит, это превращается в технологическую пространство. А координаты вводится так, что нужно взять какую-то координатную окрестность, а в такую, в которой наше расслоение эпиктримизуется. И вводить координаты в этой окрестности и пособные координаты в стереализации. Ну, тогда ЖК возникает в естественные координаты, которые называются адаптированными, и они обозначаются. Вот так, ЖК. Сигмы, это симметрический мультивиндекс вот от этих цифровых чисел а длины не дольше щенка. Вот. Ну, и ответ определяется так. Самый естественным образом у ЖК значение этой функции координатной на в точке С на К Х это просто соответствующий частный производитель ЖК компоненты а вот по такому же набору Х в какой-то правильный индекс. Ну, и легко, ну, просто показать, что, действительно, система координат функции склейки, они выписывают, их очень трудно выписать явными видами, они сложные очень, но, понятно, как они устроены. То есть функция склейки, это просто функция, обладающая замену частных производств. Ну, понятно, что это, скажем, жуткий уровень, но, например, никакой смех легко выписать. Ну, получается, структура гласкового многообразия, оно называется многообразием двух жертв. Ну, при этом, значит, при этом, что, что, что следует отметить, следует отметить следующее. во-первых, 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 придумаем вот это, вот эта проекция, это главный векторный рассмотритель. Во-вторых, все сечения вида вот через, через гамму, да, удалось начать модуль сечений. Все сечения вот такого вида, что главные тоже отображения. И, кроме того, кроме того, то есть имеется такая цепочка проекции. Да, да, да. Почему топология на проекции джеков, она слабейшая, при которой все сечения стоят очевидны? То есть... Нет, это очевидно. Нам же нужно ее руками сделать. Ну, мы, мы, мы исходно, исходно, мы этот таблет просто как множество. Нужно из него сделать логичную таблетку. А почему она будет гласно многообразием? Ну, я только что сказал. Почему совсем, это, наверное, карта? А? Почему карта это неизвестно? А, ну, я понимаю, это, ну, ну, из... Почему карты, например, надо продолжить? Ну, 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 потому что, ну, потому что все, все определяется вот, давайте есть сечений, и, фактически, через них определяются. Ну, понятно. Мне кажется, мы можем увести, как раз, числе эти карты, топология, ну, 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 может быть, я здесь сказал, да, тогда у меня еще видно, почему она дала меньше до всех сечений. Ну, да, да, да. Значит, вот я бы не хотел на это тратить время. Значит, поскольку... Ну, еще... Такие вопросы. Давайте это оставим все-таки, видите. Вот, получается вот такая бесконечная цепочка, и вот главным объектом, который нам понадобится, это ее обратный предел. Благообразие бесконечных джеков. Вот. Точнее говоря, это не главный объект, а вот тот мир, в котором все будет дальше жить. Ну, бесконечный мерный объект. Вот. Поэтому мы будем на... Значит, она понадобится действительно самим для меня в этом объекте. Поэтому я скажу какое-то количество слов про продукты, которые я бы так называю геологией. Это очень полезно перед тем, что я бы так называю геологическую точку зрения, чтобы... Показать. Вот. Значит, во-первых, нужно заметить, что... Что в силу того, что у нас здесь есть версия цели... У нас здесь есть положение... У нас есть положение... Малыш. Малыш. Я буду на две края все... Изначально так. Вот. Поэтому у нас... Можно рассмотреть алгебру. Вся геометрия будет висоткаться с помощью утопиал. Для этого нужно сказать какие-то слова про то, как написать основные объекты, которые фигурируют инициальные геометрии для конструктивных алког. В какой-то момент стоит важно, что... Весь сюжет развивается в категории модуля. Так что, у меня есть два модуля. Вся геометрия. 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 а модуль какой-то, модуль сечения в этом расстроении дает обычное объединение. Поэтому на объединенных модулях можно сказать, что в объединенных модулях есть отличие от одного модуля к другому. Среди всех дифференциальных операторов мы выделим специальные операторы специального типа. Мы будем называть дифференцированными. Значит, мы делаем такой модуль. ДФЛ. Это такие какими-то отображениями. ДФЛ. 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 Ну, опять простое упражнение сказать в том, что если я вместо татуя возьму А в качестве А возьму татуа, то это будет обычный метр. А там вообще коммутативная, да? Коммутативная ассоциатива с единицами. Ну, то есть, ориентирование, конечно, можно определить не только в коммутативной ситуации, но многие службы хорошие ломаются. Значит, вот обозначение такое. Это модуль, это модуль. Все элементы референциальных операторов, которые действуют здесь. Здесь надо сделать одно формальное замечание. Ну, по поводу того, что значит, об модуль. На самом деле, вот если я рассмотрю множество всех референциальных операторов, оно, конечно, будет относительно сложения, оно будет структур там две. Значит, если я рассмотрю диференциальный оператор, то я могу его вот так умножить. Могу. Вот так умножить. Сначала умножить на функцию, сначала умножить на функцию. То есть, там будет разно. Поэтому здесь возникает структура беноль. Ну, если я хочу вот эту структуру, не знаю, если мне это когда-нибудь понадобится, если я правую структуру хочу посмотреть, то я буду писать так. А если такая обычная, то я буду писать просто вот так. Что значит? Порядка К. Вот. Ну, что надо заметить? Надо заметить две вещи. На первых. На первых. Существует такой объект. Сейчас я его напишу. Существует. Вот этот функтор – это бифунктор. Если я закрою он вот так, вот этот функтор предстоит. Следующий объект является конструкцией, он называется модулем кожеств. Во-вторых, во-вторых, вот такое соответствие проигрывается. Его роль предстоит. Представляющий объект объявляет само модуль, называется модулем кожеств. Тоже объявляется с помощью конструкции. Поэтому тех, кто заморфил и заморфистов возникают благодаря существованию некоторых универсальных операторов. Именно, если у меня есть инфинциальная оператор, то это капа. Здесь есть, существует инфинциальный оператор, который я делал, предстоит. Такое, что для любого оператора дельта эту диаграмму можно замкнуть. То есть фактически вся инфинциальная наука содержится в одном операторе. Все остальное, все изменения, они благоразовываются через галмархизм. И аналогичная ситуация вот с этим объектом. Значит, если у меня здесь есть дифференциальная с значениями в модулю b, то имеется похожий диаграмму. Существует универсальное дифференцирование d, оператор дырова. Так что этот дифференцирование протаскивается через галмархизм. Как вы посмотрите? Ну, это форма в форме степени 1, как выясняют формы степени произвольной. Ну, вот. Значит, нужно ввести аналог материалов. Давайте выберем такие модули Большого. Б0. АП. Просто П. Б1. АП. БСП, который я уже определил. Вот. АП. Б1. АП. Если. Если. Больше. Больше. Вот. Такие. И. Близ finish urgенные. В будущем. Можно. Я его ставлю в тему. Все ставлю его в любых. Я вставляю элемент А, сюда попадаю, сюда, это снова финицирую и вставляю вот эту ремень. Значит, это косые, так сказать, ее призначенные. И вот мы получаем, вообще говоря, бесконечный набор функторов, все они представимы. Представляющий объект называется Мегафорб. Ну, и они, конечно же, как и в георитической науке, конечно же, они, вероятность внешнего состояния. Начинаем. Это противодвижный стикл. Вот. Значит, все очень похоже на классическую дифференциальную геометрию. Во-первых, во-первых, есть. Во-первых, есть Мегафорб. Во-вторых. 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 Во-первых, во-вторых есть потенциаловки для любого электронного поля, любого дифференциирования, в силу того, в силу, в силу вот этого равенства, я могу взять течение поля дифференциирования на P-форму, если у меня есть поля дифференциирование Dreyfell и P-форму Америка, я могу сказать, что такое Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В частности, я могу сказать, что такое D-X Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сейчас хотел бы брать ее в поле Девушки отдыхают 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 внутреннего награды. А вот сейчас, я понял, как делается и Деритомет, а как делается и ИХ-стомет? То есть, а не надо попасть в Пай, а как это все равно это не стоит? Ну, так, значит, есть две опции, либо снова расставить весь курс первосеметра про этого оборудования. Ну, это все на них, все равно, значит, есть. Кстати, здесь, может быть, интересно. Так, значит... Вот. 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 Это код в сайте. Есть записки Левцы 1, 2, 7, там все написано. Ну, вот поскольку есть две этих операции, то, подглядывая Тем временем, в ходичной геометрической геометрии можно определить производную линию. Здесь, как называется, антикомутат. Эти операторы действуют в комбинированной алгебре. У обоих из них операторы действуют в комбинированной алгебре. Если вернемся в геометрическую ситуацию в качестве а алгебру властных функций, то получится и написать координатор в конструкцию. Это формула для производной линии, которая будет как-то на третьем курсе. Более того, значит, можно еще определить обстановки. Какая-то большая. Начинается с алгебры. Любой формы этой функции. Вот, значит, давайте дальше. Более того, значит, установку можно... Короче, сейчас чуть-чуть подумать. Значит, естественно, обстановку можно обучить. А именно, если есть два таких объекта... Если есть форма... То есть можно либо форму подставить в поле дифференцированную, либо в поле дифференцированную подставить в форму. В зависимости от того, как соотносится между собой вот эти приколы. То есть их можно подставить. Ага. Получится... Либо элемент... Отсюда... Либо элемент... Либо элемент... Отсюда... Ну вот, в этой ситуации пользуются сами формулы и glaube самы правильный hilft. коммутатор, в общем, что он продвигал, можно написать производную V к форме вдоль поинфицированной. Вот. Вот эта операция установки приводит к очень важной конструкции. Я возьму важную конструкцию. Одна из них была в прошлом семестре важна, а вторая будет важна, точнее, наоборот. Первая будет важна в этом семестре, вторая была важна в следующем. Значит, давайте возьмем два элемента. Давайте рассмотрим производные линии. Другие выходные. Ну тогда можно спросить. Вопрос вполне справедливый, потому что есть 301 и 302. Вопрос в том, что это дефицинцирование, где-то в одном порядке. Узнаем, что... Вопрос в том, что в нашем среде есть 1. Вопрос в том, что он, где-то в поле сверху, где-то в поле сверху. В ответ – да. Значит, вот этот контакт, контакт однозначно определяет новое дефицинцирование, которое обычно назначается так и называется... Как мы определяем производный лейк, то же самое, да? То же самое, да. Просто копируем, просто копируем вот это определенно. Мы только правильно понимаем, кому так. Значит, если, ну, этот всегда имеет порядок один, да, а этот имеет порядок такой, какой, ну, соответствующий знак, или после минуса поставить, да, это будет, ну, чего-то, d и x, минус, ну, соединительная степень, степень x, тогда все будет хорошо. Если он не писать, то Бог. Ну, если, опять же, у нас будет все это в координатах для генетической ситуации, то это будет, ну, как-то в координатах будет разно совершенно, но это будет вот та скобка, которая исходно определила, где умерет в их поле. Ну, и при таком определении легко доказывается следующее свойство пособойства, основные свойства этой скобки. Ну, во-первых, если я люблю два инференцирования, вот, во-вторых, относительно вот этой операции, вот такой модуль, превращается в радиированную амбуну груди. Ну, а, значит, нужно только сделать, что нужно? Нужно сдвинуть нумерацию. Нужно, чтобы... Вот, получается, у нас при такой нумерации, значит, D1, 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 D1. Ну, поэтому, значит, первый нужно назвать нулевым и так далее. Ну, и тогда, когда, когда все знати и все живут, и будут с вас. Тогда это будет, вообще говоря, бесконечно мирное. Вот. Ну, вот эта скобка, она позволяет сказать алгебратик, что такое, что такое пластовая структура. нужно взять, нужно взять, ну, элемент, давайте так напишем, ну, там, где-то, здесь, заявку 2, может назвать амбуну груди вот так ere方... И critica т.е. au то есть значительная структурная структура, а� а. А здесь вот не потребностями. Смешно сколки с холодными. В этом месте важно, что важны эти условия. Важно, чтобы можно было надолго сказать, если 2 А оконится 0, 2 А оконится 0. И тогда, если такой измен есть, то тогда можно определить, сколько классов на углубе А, а или на метр. Это, возможно говоря, объект не за углуб, сколько классов на соответствующих объектам. Это просто значение объекта на тип А. Когда я подставляю сюда А, я получаю дифференцирование, и сначала дифференцирование на В дает лимит за углуб. Если Дэвид это просто билет, то эта скобка, что там эта скобка, она косая и является дифференцированием до обеих аргументов. А она превращается в кубку астрона, то есть в четвертый кубе добавляется к этому свойствам тогда, когда наполняется к этому правилу. Ну, опять же, значит, опять же, будучи посажены на гладкая надобра, и так далее тоже. Вот, еще важно, в дальнейшем будет больше, что, коли есть, ну, вообще, если есть дифференцирование, то тогда можно обретить оператора. Продолжение следует... Ну, вообще, какого-то там... Ну, вообще говоря, какой-то оператор. Вот. Ну, так вот. Ну, вообще говоря, какой-то оператор. Так вот. 억 а я и и и а и и и и и и и в основном А теперь мы можем искать И мы можем искать в основном Рассказываем самую структурную Оставим еще Альминус Кагмология, как называется, по-сумному? Кагмология, не знаю. Кагмология? Хм? Да, да, это... Кагмология, это комплексия. А. И первые, значит, какие-то... Вот здесь мы видим H0, H1, H2. Еще первые четыре группы интерпретируются. Значит... Вот это Казимир. И, иначе говоря... Ну... Как бы назвали, значит, Климин, это... А, Шноль, ну, это игрок просто, да? Вот такие... Такие... Мне надо сказать А, что... А... В... Верняется с 0... Глядь, или голова... Глюба, то есть это, это так называемый плосовный центр. Климин, который относительно сколько плосовного плосируется АСЕ. Еще best R0, Теперь H1 тоже имеет, в всяком случае, классический механик имеет наглядную интерпретацию. Во-первых, давайте рассмотрим какой-то элемент А, рассмотрим вот такое дифференцирование. Их станок. То есть это гометонное дифференцирование с гометонианом А. Если мы сядем на, если мы рассмотрим ситуацию классической механикой, это будет ровно. Вот это вот такое, что писать, посмотреть пейсажировочный отель, взять там экономическую, синтетическую структуру. Она не выродена, но что и соответствует пассажировочной структуре. Но это будут поля вот такого вида. Продолжение следует... Это такой индивидуальный аналог гометонных векторных полей. А еще можно рассмотреть то, что вот, Василович, когда-то, а может и сейчас называется, экономические векторные поля. А экономические векторные поля, это те поля, которые сохранились в кубку посуды. Такие поля, которые обладают таким царством. Ну, это естественное определение, значит, как и симметрия, и симметрия нашу скопку посуды. То есть, если мы окажемся на гладком образе, и там рассмотрим сколько посуды, тогда х превратится в векторное поле. И если рассмотреть, если рассмотреть соответствующую группу одноправительских преобразований, то она будет обладать таким царством. А если потехницирует, то получится. Естественно, в силу того, что скопка полосовно удовлетворяет толстые хобби, гометонные являются экономическими. Ну, вообще говоря, не всякое экономическое. Ну, давайте, не всякое экономическое является экономическим. Ну, вообще, давай... Значит, вот это... Давайте будем с каких обозначенных. Вот так. М... Как-то там... Посуды у нас в кругу обозначают х. А вот такие обозначенные. Вот. Вот. Махадин... Махадин — это... Махадин... Махадин — это фактор. Как сказал Михаил Михайлович Пусников, Махадин — это фактор. Но и богатин. Вот. Вот это АГ1. А... А... Ну, вот. Э-э... Тоже, что называется основной диагермой лохистической механики, подтверждается, что локально любое экономическое... на ТС-звёздочке, локально любое паналитическое является гаминтонным. Это просто предположение о том, что локально на ТС-звёздочке АТ H1 примерно. На самом деле в этой ситуации гаминтонного H1 из-за того, что гаминтонного H1 но если недообразие 11-х, то это H1 и гаминтонные совпадают с гаминтонными ну и, соответственно, локально совпадают с гаминтонными. Это что касается H1 теперь H2 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 так всегда во всех эмоциональных структурах, которые со скобками связаны H2 состоит из вкладки материальной деформации в нашей квасунной структуры ТС-звёздочке … … на х … ... на … … что такое серия элементов, непонятно, но в ней живут препятствия к продолжению индивидуальной деформации, двух формы. Это свидаток, если есть какие-то гомологии, ассоциированные с некоторой структурой, то здесь, то здесь, то гомология, соответственно, еще и деформация, и следующая гомология – это препятствия. Вот. То есть, эта скобка такая гомераторическая скобка сквотана, она пророждает какую-то гомологическую теорию, и вот одна из моих задач, главная задача, стоит в том, чтобы правильно переформулировать эти понятия, для случая ежедневно-куроводных частных производств. Это совсем не тривиальная вещь, или что не легкая. Вот, значит, вот, если пытаться есть, то есть, то есть, пряморигения, то получается объект, который… Ну, какой-то объект не очень интересный, который ввели в прошлом, вот, открыли интеллектуальности. Системы, потому что его нарезы и и подобных. А вот правильно написать? Вот. Есть еще одна скорость, которая обсуждалась в прошлом семестре, и которая понадобится в этом семестре тоже. Значит, она тоже связана с некоторыми… Ну, она очень похожа на угрозу строится. Значит, только нашим объектом будут… Ага. Вот такие были сниференцированные. D, P… D… 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 …со значением равного P. Дальше… … … … Как бы вектор знаменит, если мы живем на многообразии, то это тогда, может, на таком произведении, точнее говоря, если это антенный модуль, то зависит от такой изомаркизм, и поэтому эти дифференциальные нужно понимать как векторозначные дифференциальные формы. Вот, такие дифференциирования можно подставлять формы. Тоже есть дифференциальные постановки, и результатом будет форма степени, варианта по минус 1. Ну, вот, это, значит, постановку можно определить, можно определить, вот без этого, не только из этого разложения, она всегда есть, независимо от того, какой проективный модуль формы. Но, вот, наглядно, вот, это видно здесь. Пусть, вот, есть элемент отсюда, какой-нибудь, там, x равный, ну, давайте я одного поэту напишу, омеговый пидрик. Пусть есть форма теста, ну, тогда понятно, как определить. Значит, это когда омеговый пидрик поставляет тест в следующий модуль. Значит, нужно пидрик поставить это, да, потом вне что-нибудь. Ну, повторяю, значит, это просто вот здесь, совсем просто тоже является. Это же положение не является существенным. Вот, есть постановка. Но, раз есть постановка, значит, есть производная лип. Значит, я могу взять два элемента x1, С, D, P, D, L, P1, X2, начнется группу 20-го рамы брать, L, P2. Вот здесь два элемента, вот, и попытался определить скобку между ними. Ну как определить? Ну вот, по той же схеме, такая продуктивная схема, значит, нужно что сделать? Нужно определить производную L, LX. Ну вот, пока определимы грандиозные коммутаторы между 14-го рамы и остановок. То есть это оператор степени 1, а это оператор степени, что там, P, и оператор степени. Ну, опять возникает вопрос, а что будет? Возьмем L, 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 L. Это будет всегда любой алгебра. Это будет цель какого-то нового детализирования. Какая степени, значит, степени, степени, какой там, хорошей степени, значит, степени, так вот, что я рамы плюс L, 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 L. Сдвинулась. Если постановка, или степени постановки не такая, так, в случае, какой-то суток она была. Да, будет. Это называется скобкой Менгейса. Это вопрос от оскобки, потому что там, когда Менгейс изучал конверсные структуры, вот. Ну, что в основном конверсные структуры? Конверсные структуры, ну, это автоморфизм, автоморфизм касательного расслоения, да, автоморфизм касательного расслоения можно понимать как комбинцирование, да, хоуэс, хоуэс, хоуэс с ДФД, с ТФТ, это все равно, что дезинфицирование с точniesми в формах. Это ровно для, да, они будут в условии почти комплектности. Это... Это вот это условие. Ну вот она, она, она есть, она есть произвольная коммутативная операция, да, и есть единичка, и больше ничего нету, да, и строится вот это вот то же самое, что на таком богатейшем объекте, как гладкая надообразие, там же полно всего, да, здесь ничего нету. Все строится. Ну вот, ну опять, опять, да, ну теперь что у нас возникает? У нас возникает вот такой программированный объект. И в нем есть, в нем есть скулка относительно этой скулки, уже без всяких сдвигов, без всяких сдвигов. Ну вот, опять, значит, есть ли у меня есть, если у меня есть какой-то элемент, как бы его обозначить. Н, слетение 1, если он, так сказать, интегрированный, это возникает как малый. Ну, сами они по себе не, то есть, может быть, интересны, но не в том контексте, который здесь рассматривается. А вот интересно, значит, у меня важен источник получения таких элементов. Я напишу геметрищик, хотя это тоже в алгоритме можно написать. Давайте, давайте рассмотрим подобразие и распорим. Давайте рассмотрим это усвоение связанности. Ну, связанность в таком не приматом смысле, а в таком, как бы, так сказать, первоначальном смысле. Связанность как способ поднятия веторных полей с базы до веторных полей в таком пространстве. Пусть у меня есть способ, какой-то, какой-то способ поднятия. Ну, что от него требуется, от него требуется, значит, он должен быть... и переменим. Второе, значит, это поднятие. То есть, если я взял какое-нибудь поле отсюда... Вот, поднял его, то оно должно проектироваться. Давайте я так напишу, значит, t на x, давайте мы так напишем, что кучка такая, вот здесь удобно все, не надо алгебрировать. Вот, пусть а, а это c бесконечности от d, а b это c бесконечности от d. Вот, ну что такое наше поле, наше поле дифференцирования, а его поднятие, а его поднятие, это даже поле, а его поднятие, это пересимование из b в b. Вот, и поскольку у нас есть, у нас это проекция, то есть движение, вот, и вот, в каком условии, то и агрессивность, это ровно то, что ограничение на bx на а, это само x. Вот, вот так мы будем понимать явность. Ну, теперь, давайте картинку нарисуем, которая честная. Ну, поскольку можно поднимать векторные поля, то тогда, если поднятие то тогда касательные пространства к ТМ поднимаются до дальнего пространства. Правда, это линейное, то можно поднимать не только векторные поляры, но и касательные векторные. То есть наверху получается распределение горизонтальное, как покажена каждая площадочка и замок попроектируется вниз. Вот здесь можно определить, благодаря этому распределению можно определить элемент Элемент...элемент какой? Значит... ИСДЛЯМДА1ОТЛИ У него обозначен... ИСДЛЯМДА1ОТЛИ ИСДЛЯМДА1 ИСДЛЯМДА1 То есть здесь есть вот эти горизонтальные площадки и есть слои. Если я беру на какой-то касательный вектор, то я его могу... Да, и мне, значит, они его в общем положении не пересекаются с горизонтальностью, а вместе с нами их линейное оболочивание и все касательные пространства. Каждый касательный вектор я могу параллельно эти горизонтальные площадки спроектировать на слои. Ну вот, вот это и есть наш элемент. Вот он отсюда. С другой стороны, давайте определим кризму связанности. Связанность... 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 Гоморфизм модулей... Диотем... 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 Возьмем... Два поля... Два поля... Поднимем... Погмутируем... И быстро возьмем... Коммукатор этих побег... И тоже поднимем. Вообще говоря, получится что-то... Что называется... Возьмем... Кризму... Диотем... Мы взяли какой-то вектор, любой, касательный к тотальному пространству, и скриптировали на свой параллельный, мы получили галматизм из ТЭТ, из ТЭТ, ТЭТ. Но его можно понимать, как дифференцировать со значениями формы. Ну, точнее говоря, его можно понимать, как дифференцировать со значениями формы. Но при этом определении М вообще не гонится? Ну, в смысле? Ну, конечно, играло, конечно, потому что, вот если же горизонтальный спецгейдинг-то, оно без М бы не возникло. Какое угодно горизонтальное распределение, да, могли бы. Ну, какое угодно горизонтальное распределение, значит, связанность. Потому что если у меня есть горизонтальное распределение, я поделюсь связанность. Это одно и то же. Ну вот, и что же мы имеем? Мы имеем следующее. Значит, если я возьму тендор генингейса в форме связанности, то я получил, да, если я не помню здесь важно, как в таком порядке вычитать, то есть плюс, то есть минус. То есть минус зависит от того, кто из этого ассистента, кто или никому часто считает. Ну, вот, явно называется плоской и цвет. У нее заливает кризма, значит, она уважает скобку ее. Ну, и, значит, если связан с плоской, то возникает... Ну, она получилась почти комплексная структура, конечно, но она, на самом деле, неправда, не почти комплексная структура, потому что почти комплексная структура возникает, когда... Когда этот элемент, когда вот это отображение является изморфизмом, да, умножение на «и», это, где у него нет ядра, а у этого вот ядра, ядро есть, да, что, значит, если... Произотальные поля приходят, ну... Так что это такая выжимая, почти комплексная структура, и никогда она не станет комплексными. Вот. Ну, можно сказать, с отъятой плоской связанностью ассоциируется... Ассоциируются интегрированные элементы, его когомология. Ну, вот... Ну, вот у меня там, где-то не поставило себя... Это очень важная вещь для диаметрии или клаваней. Значит, давайте... Значит, вот пусть есть русская связанность... Тогда возникает комплекс... Вот, ядра, значит, это, ядра, ну... Дрежим Д1, Д2 и Д2. Не только Абх. Ну как, ну, значит, какой дежурный сраб? Днабло это... Днабло... Ну, точно так же Днабло в каком-то дежурном индивидуице, в каком-то дежурном индивидуице, в форме связности с этим миксом. Вот, у него есть как амологии. Они, кстати, очень хорошие, но у него у этого, у этого, значит, у него есть хороший подкомплекс. Значит, давайте сказать, что дифференцирование, дифференцирование вертикально, если оно, по дифференцированию вот этого объекта, вертикально, если оно загуляет вот этот подавкин. Что это значит, если координаты, конечно, надо брать? Это значит, значит, дифференцирование, дифференцирование на Е, вот здесь у меня есть координаты, здесь какие-то иксы, а здесь какие-то, вот, дифференцирование на Е, да, устроили, какая-то имейная комбинация для ВДХ плюс имейная комбинация для ВДУ, да? Ну, вот, значит, если есть дифференцирование, вот это дифференцирование, вот это подавкин, значит, просто мета вот этих, вот этих компонентов. Ну, давайте вертикально и так обозначим. Показано, что это подкомплекс, значит, вертикально и инвариантное относительное действие дифференцирование, в этом подкомплексе, в его когомологии есть хорошая экзаквитация, значит, вот ядро, ядро вот этого, это химетрия нашей связности, то есть такие элементарные поля на тотальном пространстве, которые на резонтальной площадке, ну, значит, соответствующая, вот, группа дифференцирования, значит, на резонтальной площадочке переводят на резонтальную площадочку. Вот, а вот эти технологии, они вот чем хороши, они, значит, во-первых, ну, вот, во-первых, есть постановка, значит, D лянда P, нужно поставить D лянда Q и получить, с тост cup, получить. Получить D лянда P, минус U, минус 1. Ну да, что мы делаем? Значит, вот это дикренцирование со значением в этих формах, да, это значит, ну что это, это можно, ну что написать, это то же самое, что λp тезерно, ну условно говоря, на d, а это λq тезерно. Ну что мы сделаем? Мы возьмем вот это поле, поставим в эту форму, да, получим λ минус 1, а потом, ну куб минус 1, а потом внешне умножим на эту форму, ну вот это что-то получается. Вот, ну в частности, в частности, если λ1, λ1, опять λ1 попадает. То есть получается операция, операция вот на этих дифференцированиях, которые наследуются в кодомологиях. Вот если бы не было ДВ, она бы не наследовалась из-за души были, а когда вертикальны, то она наследовалась. Значит, она наследовалась в кодомологиях, и более того, значит, ДВ превращается в ассоциативную амбуру с единичкой. Значит, единичкой служит, служит класс вот этой формы связанности. Более того, вот элементы отсюда можно подставлять сюда, и получаем опять элементы отсюда. Значит, веторное поле можно подставить при гоме, да, игр, то, что я описал, поставить просто сюда, получить веторное поле, да. И это, значит, если и это есть представление вот этой ассоциативной алгебры в автомархизмах, здесь я напишу H0, здесь я напишу H1, ну, H1, ассоциативная амбура с единицей, и она представлена в автомархизмах H0. Ну, и это симметрия, ну, поэтому, значит, вот эти гомологии действуют по симметриях, они размножают симметрами. И в теории индивидуальной системы это называется жесть операторной рекурсии. Вот если теперь все это написать на уравнении, вот к всему чему, ну, что, значит, тоже следующий раз. Если все написать на уравнение, то получится вот такая гомологическая теория операторной рекурсии, которая, ну, где-то там началась в операторе 60-х годов в прошлом году. И игра этот фланг народов в теории. Ну, вот на этом сегодня все. Спасибо вам.